Сегодня Святая Церковь напомнила нам слова Господа нашего Иисуса Христа, который сказал, «Сия же есть жизнь вечная, доставит в Тебя единого истинного Бога и послуха на Тобою Иисуса Христа». Давайте обратим особое внимание на это слово нашего Спасителя. «Сия же и есть вечная жизнь, веровать в Бога и во всем последовать за Христом». Но если мы бросим беглый взгляд вокруг, то мы поймем, сколько людей не только не ведают, не знают Бога, но и знать не хотят. Люди живут для земного, забывая о небесном. Многие даже говорят, «А мне это не нужно». То есть вечная жизнь таким людям не нужна. А Христос вновь и вновь сегодня напоминает нам, «Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога». И вот если мы с вами внимательно вдумываемся в эти слова, дорогие братья и сестры, то мы должны, верующие, полюбившие Господа, сделать для себя определенный и очень важный вывод. Мы должны не смотреть на то, как верят люди. Мы должны следовать за истинным Богом для жизни вечной. И всякий, кто это понял, он уже однажды пошел и не собирается сходить с этого пути. И вот здесь, дорогие братья и сестры, как раз и есть необходимость нам соборного исповедания веры нашей. Сегодня сколько ни людей, столько уже и вер. В сновом начале такого не было. Были иудеи, были язычники. Язычники поклонялись идолам, там все понятно. Иудеи распяли Христа и не признавали Его, и гнали христиан. И были христиане, которые веровали в распятого и воскресшего Господа, и ценой своей жизни доказывали веру свою в истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. А вот сейчас уже никто не гонит. Много конфессий, много вер. И в конце времен, пишет святитель Феофан Затворник, будет время, когда сколько голов будет, столько будет и вер. В каждой голове своя вера. А у меня, говорит, своя вера. Я как хочу, так и верю. Вот представляете, в какое время мы сейчас с вами погружаемся. А мы веруем, не как хотим. Мы веруем во единую святую соборную апостольскую церковь, утвержденная на правилах и канонах Святой Церкви на Вселенских соборах. И вот сегодня мы вспоминаем святых отцов Первого Вселенского собора, которые в 325 году собрались в городе Никеи в количестве 318 архиереев. Причем это были исповедники, мученики с ранами от их истязаний, за Христа пострадавшие, с выколотыми глазами, с отрубленными руками, с исцарапанными и изрезанными лицами и телами. И вот они засвидетельствовали нам, как нужно верить. Не так, как ты хочешь. Мы даже не так, как хотим, едим. Вот такому человеку надо сказать, я верю, как хочу. Но ты же не все ешь, что хочешь. Ты спрашиваешь, а полезно это? А нет ли там ГМО? А может быть это просроченный продукт? А может вообще я его не смогу переварить? А может вообще его есть нельзя? Поэтому не лги, если ты говоришь, мне все равно, как есть, как верить. Вот как духовная пища, так и пища телесная. Не все равно, что употреблять, так и нам. Не просто я верю, как хочу. Мы веруем, как установила Святая Соборная Церковь, которыми мы, являясь чадами, продолжаем это учение не только в своем сердце, но и учим этому своих детей и внуков. И вот сегодня мне хотелось бы напомнить всем вам, которые уже уверовали, в единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа, всем тем из вас, кто уже вознамерился иметь жизнь вечную. О таком очень малоизвестном, но многим знакомым на слух, понятие как синергия. Что это такое? С греческого синергия переводится как соработничество, совместное делание. А что это, как это понять нам, христианам? Это переводится как соединение в одном усилии благодати Божией и воли человеческой. А вот теперь немножко поподробнее. Божественная воля всегда желает спасения людей, но к ней нужна еще свободная воля человека. Бог не спасает человека без его свободной воли. Он может это сделать. Он может всех спасти и всех сделать праведными, но он этого не хочет. Он хочет, чтобы спасение совершалось по свободной, доброй воле человека. Макарий Великий приводит здесь очень хороший пример в разъяснении синергии. Любящая мать видит, как ребенок, который еще не умеет ходить, тянет к ней ручки, зовет ее, кричит, плачет, и она подходит и заботливо принимает его на руки. Вот так и Небесный Отец. Он очень хочет помочь каждому из нас, но когда мы возденем к Нему руки, когда мы обратим к Нему слова, когда мы попросим Господи, помоги, вот эта божественная воля сопрягается с волей человека и образуется эта синергия, соработничество нашего спасения, ради которого и пришел Господь наш Иисус Христос в этот мир. Сегодня мы празднуем память еще одного удивительного святого, философа. Такое вот очень редкое имя. Оно напоминает нам больше, наверное, людей грамотных, начитанных, философов. Но сегодня речь о другом мученике, который пострадал в начале третьего столетия. Кто это за святой? Это юноша, который возлюбил Господа всем сердцем своим, всей душой своей и всем помышлением своим и решил посвятить всю свою жизнь Господу, Богу, в Которого уверовал ради вечной своей жизни и ради собственного спасения. Но язычники, которые ненавидели Иисуса Христа, приговорили его, кроме предстоящих и предыдущих казней, к очень страшному испытанию. Они приготовили убранную цветами постель в саду, благоухают цветы, весна, красота, и привязали этого юношу, обнаженным, за руки и ноги, и выпустили к нему блудницу, чтобы он осквернил свое тело блудодеянием. И вот он любое представлял мученичество за Христа, а вот такого даже представить себе не мог. Вот как дьявол-изобретателин. За руки и ноги привязали к тяжелому адру, выходит блудница, танцует, раздевается, приближается к нему, и он чувствует естества плоти, страстное возбуждение, и не знает, как этому противостать. И он начинает угрызать свой язык, течет кровь. Он откусывает язык и плюет языком своим ей в лицо. Она в страхе ужаса, в трепете отстает от него, а мученика отвязывает. Все пришли в ужас, что может сделать человек, помнящий слово Евангелие, что лучше тебе без одного члена твоего войти в Царствие Божие, чем всему телу гореть в гиене огненной. И вот, помня это слово Господа, он откусил себе язык во рту, какие страшные боли он претерпевал ради своей веры, ради того, чтобы не оскверниться, сблудниться и не нарушить обещание данного Богу. Потом его отвязали и уже не испытывали его веру, отсекли ему голову. И вот сегодня мы память этого святого празднуем и молимся ему, Господи, были такие святые, которые так тебя любили, что ценой собственного страдания могли уберечь себя в чистоте. А мы-то и страдания не претерпеваем, и ни в чем себе не отказываем. Сегодня не могу не вспомнить еще одного сына земли русской, Федора Михайловича Достоевского. В этом году мы будем праздновать 200-летие со дня его рождения. 11 ноября будет особое торжество празднования этого русского великого писателя, или можно назвать пророка. Как он любил Христа, особенно после каторги, после прочтения Евангелия. Как он полюбил Господа, его притесняли, над ним смеялись. Но он проповедовал Христа, распятого и воскресшего своим творчеством и своим талантом. Он даже писал о том, что без веры во Христа нельзя поверить в собственное бессмертие, а только с верой в собственное бессмертие человек обретает в жизни смысл. Иначе все рассыпается. Иначе все, как писал Федор Михайлович, расстроится. Вот если человек не верит в Бога и не верит в собственное бессмертие, не верит в Христа, который победил своей смертью смерть, все в его жизни, по слову нашего русского писателя и пророка, расстроится. Я не могу не привести вам сегодня даже краткий катехизис, который изложил Федор Михайлович Достоевский. Вот как он написал. «Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Иисуса Христа». «И не только нет, но и с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, нежели с истиной». Дневник писателя, 1876 год. И вот еще какой он сделал запись. «Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна, и именно идея о бессмертии души человеческой. Ибо все остальное высшие идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из одной ее и вытекает. Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе, то во всем заблудимся». Вот, дорогие братья и сестры, еще раз вспоминая слова, сказанные нам Христом, а что же нам сделать, чтобы укрепить эту веру в Бога, истинного спасителя нашего Иисуса Христа, в современном мире. Кто-то сегодня живет и задает вопрос, да разве можно исполнить эти евангельские заповеди? Сегодня человеку это непосильно. И многие отступают от этого исполнения. Раз невозможно исполнить, значит, они необязательны. Не обязательно поститься, не обязательно в храм ходить, молиться дома, не обязательно. Да и не обязательно в общении с людьми придерживаться этих заповедей. Их же все не исполнишь. А вот сегодня нас церковь как раз и призывает к тому, чтобы мы, если не можем исполнить, то хотя бы сокрушались об этом и говорили в минуту нашей слабости. Господи, прости мне мою слабость, что я не могу исполнить то, во что верю. И помоги моему неверию. Исцели мою больную душу. Если мы не можем исполнить того, что предписано нам Евангелием, а именно Евангелие мы должны читать чаще, чтобы освежать в себе этот закон, мы должны знать Господа нашего Иисуса Христа. Откуда мы его узнаем? По телевизору нам покажут? Мы же видим, куда погружается мир. У каждого своя вера, вера в душе, как прав был святитель Феофан. Сколько голов, столько и будет вер. А мы с вами должны пользоваться законом Божьим. Законом Святого Евангелия. И всякое уклонение от него, это предмет нашего покаяния. Господи, прости меня, я вот это не сделал, я от того отступил. И самое важное, что хочу сказать в завершении, это желание спастись. Я не могу исполнить Господи, но как чуден, как праведен Твой закон, помоги мне, Господи, хотя бы что-нибудь из написанного исполнить в своей жизни. Потому что не блаженны, только слышавшие Слово Божие, но соблюдающие, то есть сохраняющие в своей жизни. Вот тогда-то и нам понадобится это уже сегодня обозначенное Слово и действие как синергия. Это соработничество. Вот если ты этого захочешь, Бог, как любящий Отец, подойдет к тебе и поможет. Но если ты этого даже хотеть не будешь, не будешь, то ты погибнешь. И виноват в этом будет не Бог, а ты сам. Потому что ты этого не захотел, ты не протягивал своих рук к Богу, ты не просил Его об этом, ты не исповедался перед Ним и не говорил, Отче, прости меня, я хочу спастись, но по немощи, по слабости у меня многое не получается. И Господь восполнит твою немощь, восполнит твою слабость, чем божественной благодатью вся немощная врачующая и вся оскудевающая восполняющая. Вот этой синергии мне хотелось бы посоветовать и пожелать всем вам сегодня, чтобы вы хотели спастись, чтобы вы читали тот закон, по которому можно спастись, чтобы вы наконец не просто поняли, но всей своей жизнью, всем своим сердцем приняли слова Господа нашего Иисуса Христа, который сегодня сказал, «Сия есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Аминь». Иисуса Христа.